Перемена для игр провозгласили в первой школе Ивантиевки. Здесь развивают инклюзивное образование. Вместе с обычными детьми учатся ребята с особенностями развития. Именно им на переменах, игрой и взялись помогать старшеклассники. За время урока они очень сильно устают. На переменах нужно с ними поиграть, чтобы они расслабились, и чтобы подготовиться к занятиям на следующем уроке. Поначалу это было довольно сложно, потому что нужно подстраиваться под каждого ребенка индивидуально. Но это очень интересно и это очень полезно. Вероника в будущем планирует стать психологом. Настя – педагогом начальных классов. Особые дети открыли десятиклассникам иное измерение добра. Очень добрые дети, открытые и жизнерадостные. Это помогает нам понять, насколько тяжело этим детям вообще в нашем обществе и делает нас такими же добрыми и жизнерадостными, как они. Проект стартовал в прошлом учебном году. Желающие стать волонтерами, брали согласие родителей, были на обучающих семинарах. Волонтерский проект назвали «Лига добра». Для особых ребят, многие из которых боятся шума и замкнуты в себе, волонтеры стали отдушиной в школьном мире. Вот учителя, вся обстановка школьная, она приучает к субординации, приучает к какой-то дисциплине. Когда приходят волонтеры, в первую очередь мы видим улыбки на лицах детей, потому что они раскрываются, они хотят общаться, они хотят свое мнение высказать в неформальной форме, а не так, как мы их приучаем. Ручку поднял, встал. Всего с февраля по май 140 пельмен играли старшеклассники с детьми из ресурсной зоны. Проект на сегодняшний день охватил более 1200 человек и успел получить высокую оценку на премии губернатора «Наша Подмосковья». Самое главное – это признание. Это признание того, что ты делаешь то, что нужно твоему городу, твоей стране. Вот те средства, которые мы получаем, это дает возможность расширить проект и позволить тебе больше, чем ты мог позволить до этого. В образовательном учреждении планируется открытие для волонтеров школы юного дефектолога. Проект расширяется. Его участники стали помогать более младшим классам с приготовлением уроков. Одна из последних задумок – открытые занятия компьютерной грамотности для старшего поколения.